Растёшь? Аппетит хороший? Что-то не удача. Не надо, ну ладно, всё. Если бы этот двухмесячный котёнок мог говорить, он наверняка бы сказал ветеринарам большое кошачье спасибо. За то, что спасли его, вылечили и выходили. Спасённая жизнь живого существа для кого-то это чудо, а для Мурата Кубанова и его коллег – рабочие будни. Привели животное, да, больное. Животное, соответственно, не разговаривает и ничего не может пожаловаться на свои какие-то болячки. Нам приходится, ну, ставить диагноз на основании того, что мы видим. А это довольно-таки сложно, наверное. И ещё раз с уверенностью могу сказать, что ветеринарным врачом не сможет любой и каждый работать. Я думаю, что это призывание, наверное, человека. То, что лечить животных – его призвание, Мурат Кубанов понял уже в детстве. Хотя изначально-то хотел стать капитаном дальнего плавания. Но любовь к животным перевесила. И вот уже почти 40 лет он помогает братьям нашим меньшим. И, конечно, обладая таким опытом, с удовольствием делится им с молодёжью. Кирилл Ковришкин – один из учеников Мурата Кубанова. Я очень люблю свою работу. В эту стихию пошёл целенаправленно. Я со школьных годов пытаюсь лечить животных, помогать им, кормить. Что могу, то делаю. Мурат Султанович мне с первого дня помогает. С советом, делом. Поэтому очень хороший ветврач. Своим опытом Мурат Кубанов делится и с владельцами животных. Даёт им советы, как распознать ту или иную болезнь, какую экстренную помощь оказать. Альберт Каркмазов знаком с ветеринаром давно. Не раз просил его прийти, и тот всегда приходит на помощь. За эти годы фермер освоил одну банальную истину, которую многие его коллеги до сих пор не понимают. Звать ветврача нужно для профилактики болезней, а не когда животные уже при смерти. Это самая большая проблема. Уже когда безнадёжно, многие коровы уже безнадёжно, тогда уже звонят. И если что, не удаётся спасти корову, бывает уже, как обычно, ветеринар виноватым. Первый признак увидел, надо уже звонить. Непосредственно работаю с ним уже 10 лет. Звоню, приходят, помогают, учат, самое главное. Не то, что там полетил, укол сделал, лечь или чем-то намазал, ушёл. Он учит. Мы как бы все ученики его. В родном Кумыше, где Мурат Кубанов трудится более 35 лет, его знают все. Наверное, не осталось ни одного двора, где ветврач не лечил домашнее животное. Конечно, чаще всего это крупный рогатый скот, лошади и овцы. Но за долгую карьеру Мурату Султановичу приходилось оказывать помощь даже львам и белым медведям. Отличия в работе с ними, конечно же, есть, говорит доктор, но суть одна – надо помочь. Вот я оказываю какую-то помощь. Я всегда звоню или говорю владельцу, или звоню ему и постоянно спрашиваю. Мне самое главное – это результат конечный. И когда я вижу плоды своего труда, то это, наверное, самая большая награда. Профессионализм доктора оценили не только благодарные земляки, но и республиканские власти. Поэтому с недавних пор Мурат Кубанов – заслуженный ветеринарный врач Крачаева Черкесии. Получить такое звание – это, конечно, очень приятно, скромно говорит мужчина, добавляя, что в его работе, в принципе, ничего не изменилось. Ведь больному животному все равно, какие у тебя регалии. Главное – его вылечить. Эрнест Чуков, Ливан Задзамия, Архиз, 24.